Всем привет, с вами Павел Мясник и мы продолжаем проходить Хеллгейт Лондон. Я вот вернулся к старому месту, где я и закончил, как закончил. А вот так, у меня компьютер без спроса захотел установить обновление. Сейчас. Дайте уже договорить. Рочи Камп без спроса решил установить обновление и когда монстры глюканули всей толпой, компьютер начал перезапускаться. Я там не помню, чем видео закончилось, оно просто сейчас загрузится в ютуб, а потом сам посмотрю. Ну вот, в общем, где оно заглючило, там, знаете, у меня просто случилась перезагрузка его для установки важных обновлений. А я вот в Британском музее и сейчас меня ждут дикие трудности. Скоро вы узнаете почему, я уже говорил, что босс здесь будет невъебенно крутой. Надо быть очень аккуратным, потому что появились новые монстры. А вот я и нашел разлом, куда мне и надо. Но я сразу туда не пройду. Потому что хочу чуть-чуть подкачаться. Так, по-моему, игра немножко громче орёт, чем я говорю. В прошлый раз наоборот было, а сейчас... Так что... Чуть-чуть пониже. О, тем самый раз. Так, я ещё немножко тут поброжу. Чтобы уровень поднять. Кстати, я на обратном пути. Ловец душ. Алло. Как мне тебя достать, мразь? Только с прыжка, да? Что ж поделать. Ну, он, в принципе, мне немного сносит. Тогда, по идее, должны быть демоны. Потому что я что-то вижу, что у них мечи. Хотя, может, и обычные статы. Ладно. Он ловит в душ ещё один. Иди сюда. Собака летучая. Не достать же его. А, это уже шаражор какой-то. Ладно, пофигу. Мне этот музей, конечно, не очень нравится. Но, всё же. Пройти здесь стоит. Тем более, вот я себе немного голда выбил. И пока я шёл на обратном пути. Там, кое-какие новенькие предметы пособирал. Продал их сразу. Сразу. Поэтому у меня немножко опыта побольше. Так. Ну, всё. Тут, в принципе, больше вроде исследовать нечего. Всё по старинке. Хотя, ещё вон там, может, местечко есть. Какое-нибудь такое захудалое. Да, есть кое-что. Там я себе дополнительный опыт соберу. С монстров. Меня сразу же встречают мучители. И прочая ничисть. Так. И они меня начинают оглушать, и мне это не нравится. Так. Или у меня глюки, или мне показалось, что здесь где-то монстр был. Наверное, глюки. Так. Филиалы энергии, да? Но у меня энергия и так быстро восстанавливается. Насчёт этого, в принципе, волноваться не стоит. Так. Полезно достаточно ящички вот эти все разбивать. Потому что предметы могут выпасть разные. Тут рэндом. Ну, поэтому лучше, конечно, лишний раз подойти и разбить. Тем более, анализатор это один из полезнейших для меня навыков. Ну, как навыков. Он... Самый полезный для меня предмет, потому что я могу изучать различного рода вещи, которые не изучены. По-моему, я уже здесь обошёл всё, почти. Меня начинают встречать ребятки достаточно крутого происхождения. Так, кто это мне всё время пишет? Так, уничтожить, да? Вот это тоже. И это. И вот. Ну, подождите-ка. Да, да. Он даже не зелёный. А вот это вот, кстати, неизвестно. Защита от оглушения, да? Сейчас я изучу. Может быть, он будет крутой, кстати. Так, анализатор. Так, повышение защиты от шока на 147. Ну, он да, он покруче достаточно будет, чем мой предмет. Шок это, в смысле, походу, электричество, да? А по виду они вроде не различаются. Да, от электричества, скорее всего. Глушат меня даже и с этим поясом, в принципе. Да. Так, иду дальше. Пока вроде всё тихо-спокойно. Но... В любой момент это может нарушиться. Мне что-то кажется, что эти все статуи оживут, и потом... ...сей толпой меня начнут... ...фигачить. Потому что я помню, здесь босс очень мощный. Именно вот здесь он должен быть где-то. Но, скорее всего, сначала надо... ...дойти до разлома, а уже потом оттуда и... ...мочить этого босса. Так, а здесь что? А, отсюда мы и пришли. Хорошо. Так, и мой воин... ...проглажает двигаться. Только вперёд. Так. Мы последуем к разлому. И посмотрим, что меня ждёт там. Так, сразу встречают... ...вестники, которые, кстати, глушат нихерово. Да, ёбаный. Так, ну, в принципе... ...в принципе, если я... ...продолжаю атаковать, они... ...много мне не снесут. Вот, гля, я энергощит подобрал. ...вот же беленький. Но пушка прикольная. Такс. Ну и всё, в принципе, вроде да. Проходим. Использовать устройство. И меня сразу встречает... ...кто это... ...секочерь. Сейчас немножко... ...мурдоку тоже потише. Вот так вот. Погнали. Электричество, да? Там у меня... ...так, он регениться умеет, поэтому нельзя ему дать меня бить. Точнее, отходить от меня далеко. Защита моя вполне держит шок. Тем более, недавно я одел суперновый коэк. А уйти от себя я ему не дам. Получай стан. Ещё, ещё. Всё. Я ему не дам выйти из стана. Слишком многого хочешь. Все качери. Эпичная битва происходит у меня. ПП он мне даже не отнимает, в принципе. Я его просто в стане держу, но у меня сейчас закончилась мана. Но восстанавливаться надо достаточно быстро, как раз до того момента, когда мне надо использовать свой галок. Вот он только хочет кастануть свой, а я ему сразу стану. И он просто не успевает ничего мне сделать. Ну, правда, сейчас ему повезло. Эээ... Защитника. Интересно. Чё это такое? Гарпон, да? Прикольно. А тут что? Да не на меня. Ладно. Сейчас пройдусь там, посмотрю, есть кто-нибудь. Или что-нибудь интересное. Весы воины. Но они для меня уже не опасны. Моя регенерация, в принципе, их тянет. Такс. Главное, вот эту пропасть не провалиться случайно. Что будет неприятно. Такс. С ними разобрались, и у меня ещё 242 хп. Щит у меня, кстати, регенерацию уже даёт, поэтому мне беспокоиться о здоровье, в принципе, особенно и не надо. Осталось загасить вот этих демонов, которые меня, кстати, могут снести, если постараются. Но у меня защита от электричества, поэтому туч хоть стараются, хоть и устараются. И вот такая вот у меня ещё магия первая есть. Я прошу заметить, я всё ближе подхожу к восьмому уровню. У меня на обратном пути, походу, ждёт босс. Которого я так боялся. Здесь вполне можно использовать устройство Фоукса. Место не хуже любого другого. Быстрее, быстрее. Он, походу, умеет уничтожать это адовое пространство. Надо валить отсюда. Где меня, кстати, может поджидать уже босс. Выжить! Вот эти статуи, они начинают оживать, я же говорил. Император Гулкар. Босс. Вот кого я боялся больше всего. Вот это сила. Вы посмотрите, я вам практически ничего не сношёл. Таких там ещё... Таких тут целый зал. Вот таких вот сильных типов. Мне надо выжить. Любой ценой. Сука. Выжить! 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 Живи! Живи! Давай, напряжёнка, напряжёнка. Знаю, надо выжить. Всеми силами. Борись! Борись, мразь! Чем больше, тем я сильнее. Главное убить императора, остальные все дохвяки. Всё. Напряжёнка, напряжёнка небольшая есть. Ничего. Надо взять отхил. По максимуму отхилиться. Давай, давай, брат. Круши! Молодец. Ох, как хорошо. Так. Со шмотом у меня там что? Десять брони. Не надо её изучить. Так, а меня там местность не уничтожит, не? Вроде нет. Так, главное в портал сейчас не пройти случайно. Потому что я... О, я, кстати, уровень себе повысил, а я не заметил. Такс. Три. В выносливость вложу. Вот так. И... В силу два. От души. И мне нужно до десятого уровня прокачать щит до третьего. Так. Ну, я для начала вот эту, наверное, навык качну, а этот я ещё успею десятого раскачать. В принципе. Потом, что у меня ещё есть? Якорь. Страст использует мощь своей защиты, облетая повышенную устойчивость и увеличивая силу своих атак. Во время использования этого навыка, Страст не подвижен. Действия навыка превращается к обычным самым движением. Так. Ну, прикольный навык, но мне надо сначала раскачаться в более простые навыки. Во все я не могу вкладываться. Теперь надо выкинуть некоторые предметы и удалить. Вот, например... Вот этот, да? Можно, в принципе, меткость плюс четыре. Сейчас я его изучу. Может, он даже будет круче моего. Так. Где у меня... Анализатор. Барня 22, 6 защиты от урона. То есть... Меткость плюс четыре он даёт. Но если я вот этот один, то у меня сила сразу же повысится. На шесть. На шесть. А выносливость упадёт. Ммм... Сложный достаточно выбор, но... У этого брони... У этой брони... Намного круче... Сама вот защита. Но ещё она меткости четыре убавляет. Вот в чём проблема. Ух, блин. Не, меткостью четыре я не могу жертвовать, потому что она мне даёт стриты дополнительные. Это подождёт, в принципе. Так. Теперь можно изучить перчатки. Точнее, нужно изучить перчатки. 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 А тут повышение защиты от зажигания. Физический урон от шифов на один больше. Да, но правда, выносливость минус два будет. Зато... Сила повысится. Да, это лучше. Так. Сложи. Все. Ага, вот нормально всё. А выносливость... Выносливость такой, в принципе, осталась. Это достаточно стр... А, не. Вносливость плюс два. Сейчас проверить надо. 40, 38. 38. Ну, не на много, ладно. Всё равно. Так, значит, эти я могу уже удалить. Не-не-не, не эти. Вот что я могу удалить. Сейчас. И взять... вот эту корень. Вот эту корень. 18, да. 48, да. 48, удачи. Зато на 5 процентов. Хороший предмет, но для меня, к сожалению, бесполезный. Потом. Удалю. Вот что. Надо место освобождать чуть-чуть. Такс. И вот такс. Вот место освободилось. Всё, я всё подобрал. Интересно, что с мечами. 45. 45. Ну, мой покруче будет. Ладно, можно отправляться, в принципе, уже домой. Да, в принципе, так я и сделаю. О, где это я? Мудрейшая? Что за мудрейшая? Подгнемли моим словам. Я плакала звёзды, павшие с неба. Я рыдала, когда воцарилась пустота. Я скорбела, когда опустилась тьма. Я жила в печальной и вечном ожидании. Варенье нет конца, и скорбь моя безгранична. Но я поделюсь с тобой своими знаниями, ибо я мудрейшая, чьё сердце более не ведает страданий. Я истина. Хочешь ли ты увидеть свет? Окей. Только время, и я расскажу. Миры великие и малые рождались и меркли предо мной. Им нет числа, но я помню их всех. С каждой звездой я истекала кровью. С каждым ушедшим народом я пролила море слёз, но я лишь одна из многих забытых потерь. Теперь же всё возвращается. Примемующий Дридар. Другие. Они ждут тебя. Они хотят говорить с тобой. Дайди их, и они поделятся с тобой знанием, ибо я мудрейшая, и моя мудрость мой дар. Горе тьме, ибо нет мудрости, ибо свет мудрости ещё не померк. Истинно, да? Так, а здесь я не могу ничего разбить, взять. Разработчики никакой пасхалочки не дали, нет. Жалко, жалко. Красивое место, наверное, это рай. Или она его превратила в рай. Клево пришло ко мне. Короче, не хочется меня обожарить. Ладно. Я должен вернуться на станцию Ковенгарден. Ну ладно. Погнали. Мне тут больше делать, в принципе, нечего, и осталось только получать новые квесты. Так, давай я с тобой брендин потом поговорю. Сначала мне надо шмот распродать. Ах, 47. Физический урон по площадям, обычная скорость атаки, высокая скорость атаки. Но тут модификация на 3. Предметь 10 уровня. Не, мой покруче будет. Хоть у меня модификация не столько, но я ещё даже модифицировать не умею, тем более создавать предметы. Так, так. По машине защиты от всех особых эффектов. На 16. Так. Вот с этим у меня кое-какая проблемка возникает. Это мне вряд ли понадобится теперь. А там огнел порш. Не надо мне. Бонусами я навряд ли буду пользоваться. Временное усиление. Нет, спасибо. Временное усиление не хочу пользоваться. Мне без неё хорошо. Так, ладно. Сейчас я изучу быстренько. Эти вот штаны. Может они крутые, но на самом деле окажутся. Мне в принципе не жалко отдать. Восстановим магической силы 24 минуты. Плошение защиты от огнешения на 190. Да, неплохо, неплохо. Мил бронюсом меньше. И сразу мне статы понижают. Так что я их лучше продам. Болят за 140. Ещё чуть-чуть и я смогу свой меч улучшить. Я бы, конечно, и за 2000 его улучшил, но... Так не вариант. Теперь я могу, в принципе, поговорить с Блэренденом Ламом. Сейчас. Кстати, мне надо выяснить, есть ли тут реально рюкзачок, который мне позволит... позволит складывать вещи и... хранить их, в принципе. А ну-ка. А ну-ка. Сейчас. Что это? Осмотр. Сейчас я продолжаю своей жизни до конца света путешествия по миру. В процессах принимаю участие в любом будущем на своём пути. Теперь речится, пытается восстановить былое богатство, продаю всякую всячину. Так, ну это, в общем, богатый был, да, и теперь... Понятно. Путешественник богатый, бывший. Докер. Хе-хе. А ты что написано? А, это вот этого типа изображает, который мы в прологе видели. Прикольно. Ну ладно, всё, можно говорить с Брэндом Ланноном. Погоди, мне нужно всё это осознать. Тебе удалось выжить, несмотря на то, что устройство Фокса оказалось бомбой? Разлома в музее больше нет, и множество демонов погибло. Кроме того, мы познакомились с некой мудрейшей истиной, так она себя назвала. Да? Ладно. Я понятия не имею, что делать дальше с таким, не сталкиваться, ещё не приходилось. Дай передохнуть. Мне нужно какое-то время, чтобы посмотреть твои записи и подумать. Время это пару минут у него. Ой, а этап первый прошёл, отлично. Так, сейчас я поговорю со всеми квестовыми персонажами, возьму квесты. И в следующей серии буду их проходить. Какого у меня дела? Неплохо. Да, конечно, но теперь всё тоже помоечное трепьёно. Теперь оно хоть отстирено от луни демонов. Последняя операция позволила мне уделить немного времени своим делам. Большая их часть, на крайней мере. Есть ещё кое-какие нерешённые проблемки. Если тебя устраивают размеры вознаграждений в последнее время, то имей в виду, за это дело получишь ещё больше. Обещаю. Что я тут получу? Хуйню. Так, ладно. Детектор протоплазмы. Сент-Мартинос. Маккензи. Опять наркоту, товарищ? Это сделает... Это зелье сделает меня врагом человечества. Ей-ей. Слишком забористая, а? Люди как выпьют, так от чего-то в Дракуле. Это таки надо что-то делать. Я думаю, нужно только изменить рецепт. Вот, возьми эта одержимая бесами. О, явочная камера. Что мне нужно-то применить? Нифиговину. Четыре источник всякого зла как раз пройдёт для вашей задачи. Всё будет правильно. Не понял, если честно, что делать. Мне какой-то предмет дал. Сведения. Бог знает что. Понятно. Только Бог это знает. Мы их нашли! Обнаружены модернизированные порождения демонов. Придётся всех уничтожить. Чебурек. Признаюсь, это всё из-за меня. Прикинь, против моего эксперимента возражали все. Даже Лану необходимость признать глупую ошибку. Руда-то мне чувство вины. Это просто нестерпимо. Если последствия ошибки обнаружатся, я не дам зацветить. Был вам одного гроша. Пойдут слухи. Лан скажет, что я бездарное и бесполезное существо. Он бывает таким несправедливым. Пожалуйста, помоги мне. Беса стрелки числом 7. Сент-Мартинс. Именно там ты их найдешь. Уничтожь. Всех чебурек и я навек буду твоим доложником. Помоги мне исправить мою ошибку. Дай мне шанс. Пока Лан. И дал мне топором по голове. Хотя лучше бы он дал, конечно. Так, что ты мне предлагаешь? Мои припасы. Ракеты. Прикольно. Ладно, а теперь с главным поговорим. Меня вызвали на базу тамплиеров. Высокий лорд Максим. Вызвал. Я должен доложить о последних событиях. Как ни печально это признавать, я не слишком-то представляю, что делать. Честно говоря, истина об истине от меня устыдает. Не волнуйся, чебурек. Я гарантирую, что рассказ твоих приключений будет верно передан высокому лорду. О твоих приключениях и о твоих возможностях. А в это время можешь заняться полезным делом. Отащил лорда Орфана на станции Чирингскроф. Он, конечно, старый книжный череп, но если кто-то из Ордена и в состоянии понять смысл слов мудрейший, то это он. Я искренне надеюсь, иди в тебя снова, если кто позволит мне мой долг. Твоя помощь бесценна, чебурек. Это высокая похвала, и помню, служение это жизнь. Благослови тебя Бог. Вот такая хиромантия. Такс. Чё ещё мне дают на квесты? Слушай, чебурек, я тебе не доверяю. Но могу начать. Ой, спасибо, спасибо. Так, мне твоё доверие нужно. Ну, говори. Если ты справишься с работой. А не пошла бы ты нахуй. Это позитивно скажется на моём к тебе отношении. Хорошо, а если откажешь или не справишься, я совсем перестану тебя уважать. В общем, лучше тебе всё сделать как надо. Уважение такая штука, которой не стоит рисковать. Доверие очень ценное вещь, не надо с ним шутить. Слушай, сюда, у меня нет паранойи, я, по-моему, не многих, да и вообще нет никого у меня. И второго такого работника поискать. Ну, ещё ладно, ничего так. Тоже вроде меня. О, понятно. Да, Лан тут директор этой станции. Ну, конечно, он наравне с тобой. Трудовая этика – великая вещь. Вообще, конечно, я могу тебя проверить, но не сразу. А, тебе поверить, но не сразу. Ну, нафига мне твоя вера. Придётся тебе постараться. Ну, говори, что хочешь. На право, парадщик. Тебе попадётся лорд Мил Майк, потому что тебе придётся ходить в неприятное место. Это хочет меньше вспомнить. Тут подарочек. Я спрашиваю, чем я это делаю. Даже мы с Ланом нуждаемся в малой толике помощи со стороны. Понятно. А ты ещё хочешь? Бери пример своих друзей. Я так и делаю. Передай им от тебя привет. Брэдл Лан, ну и дела. Сколько лучше учителя? Ага, ну мы можем ему помочь. Помочь эту веру, чтобы спасти человека. Он полный, ну, ну, с другой стороны, всякая жизнь, такие мы. А мне нужен пара ущелык, карта определённого района. Понятно. Всё. Для этого барана надо разведать площадь Ленчестер. Ну, это мы будем делать в следующей серии. Здесь вроде у меня больше квестовых персонажей нет. По-моему, мне уже можно отправляться на площадь Ленчестер. Кстати, я её вон уже вижу. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Павел. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И можете дальше смотреть видео, если вам, конечно, не понравились. А мы с вами прощаемся. До новых серий. Пока-пока-пока. Так, что-то оно не вырубается.